здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы продолжаем диалог о солидите и эфириум это уже урок номер 34 и в рамках этого урока мы не будем заниматься разработкой мы поговорим о том какие данные у нас вообще имеются в солидите где они могут храниться в частности поговорим про мэмори сторочку дейта стояк код об этих вещах чтобы наконец может быть расставить все таки все точки над и как-то говорится и разобраться о том в чем какие здесь есть отличия какие есть особенности и о чем следует помнить прежде чем начать напоминаю что можно поддержать канал материально все ссылки будут в описании не забывайте пожалуйста дорогие друзья подписываться и ставить ваши лайки но и также сообщаю что все еще все еще можете успеть получить скидку целых 15 процентов на все bootcamp mcs по промокоду круг все ссылки опять же будут в описании эта акция действительно еще три дня поэтому спешите воспользоваться это действительно очень приличная скидка и так ну в первую очередь что надо вообще сказать что у нас есть несколько мест хранения наших с вами данных когда мы их порождаем где-то в наших контрактах во первых это стек затем мы знаем конечно storage мы знаем memory мы знаем call data и еще есть код код который хранится у нас блокчейне дам про это кстати многие забывают а забывать проект тоже не стоит соответственно стек и и storage состоят из так называемых слов или слотов ну вообще то есть words или slots мы прекрасно знаем да что в storage у нас есть какие-то определенные слоты то есть вот если мы откроем любой контракт то каждая там переменная может занимать какой-то свой собственный в принципе слот то есть например вот эти вот переменные каждая занимает свой слот и эти слоты занимают по 256 бит или 32 байта что касается memory call data и code то они состоят из последовательности байтов то есть там нету может быть деление на слоты но это не в общем на самом деле не столь важно потому что там все равно мы оперируем некими такими блоками по 32 байта поэтому в принципе тут эта история коррелируется слотами кстати сказать зачастую в документации можно встретить такое понятие как big indian big indian то есть говорится о том что например вот эти слоты они big indian это чё значит ну это значит на самом деле что читать написанное в этих слотах надо слева направо как мы в принципе привыкли в европейских то странах в америке и вроде других стран то есть в частности если мы там что-то пишем 001 там 0011 и так далее вот эту последовательность нуликов единичек то читает следует эту запись слева направо есть и другая форма записи которая называется little indian и она более актуально скорее будет так сказать для людей которые читают справа налево например арабы или скажем на иврите да тоже пишется справа налево в этом случае читать следует эту запись вот начиная с этой единички и туда дальше в левую сторону но соответственно в solidity у нас все big indian то есть мы читаем как обычно слева направо на этот счет можно тоже не беспокоиться ну хорошо кроме того что у нас есть какие-то места хранения вот все эти всех этих вещей у нас есть еще переменные разнообразных типов ну мы знаем да что это value type reference type и так далее но в принципе тут можно добавить еще определенное деление для этих самых типов и первый тип который имеет смысл выделить это direct type прямой тип это по большому счету если переменная относится к этому типу то она просто все хранит определенное значение например какое-нибудь число то есть это как раз value type который здесь хранится также есть multi value type multi value type это собственно обозначает что у нас есть фиксированный набор каких-то элементов которые хранятся один за другим также у нас есть переменные типа lookup мы можем сказать это последовательность элементов которые в общем то не хранятся в последовательном каком-то виде они хранятся в более сложном в более сложном формате и соответственно чтобы считать интересующее назначение необходимо как раз делать тот самый lookup но также еще иногда выделяют тип pointer но я думаю для наших целей он сейчас тут особо не потребуется это нам в общем можно не беспокоиться на этот счет но в принципе зато мы можем например сказать что те тоже тот самый тип референсы да это как раз может быть либо multi value либо lookup типы это тип референс вот то что мы находим solidity если мы там откроем документацию solidity мы там как раз найдем тип референс кроме того иногда еще выделяют кстати тип который называется static то есть это либо тип direct либо multi value но только если элементы в этом самом multi value тоже статические то есть грубо говоря это массив например фиксированный состоящий из чисел мы можем сказать что это вот тип static иногда тоже так выделяют но и также иногда еще говорят dynamic еще один тип это любой тип который не статик и прям так вам и запишу даст вот таким отрицанием то есть не статический тип это динамический по большому счету а вот что из этого всего следует из этого следует что мы можем оперировать вот этими типом и сказать например что в стейке могут храниться либо типа direct либо там еще оперируют поинтерами указателями но я говорю давайте поинтер опустим потому что это важно только если мы там пишем собственный какой-то дебаггер тогда может быть там это стоит знать но просто как разработчикам я думаю нам это знать особо не надо короче запишем что в стеке хранятся типы direct например числа до memory call data могут храниться типы референс как мы это в принципе знаем и соответственно эти типы референс себе могут содержать типы direct то есть мы можем например в память поместить массив из нескольких чисел при этом здесь вам и марик улдэйта мы не можем хранить мэппинге то есть мы пинге могут храниться только в сторожи но соответственно не в мэморик улдэйта а вот при этом сторожи могут естественно храниться и типа direct и многие другие но сейчас мы еще проект попозже тоже поговорим причем что касается и вот этого типа direct то в зависимости от того где этот тип хранится в сторожи например или в мэморе то он там немножечко по-разному будет представлен то есть например если мы говорим про direct который хранится в сторожи то тогда мы используем термин пект что это обозначает это обозначает что если у нас подряд идет два юн 128 то мы уже знаем что эти два юн 128 могут быть упакованы в один слот это вполне допустимо то есть на самом деле каждый вот такой тип direct занимает только такое количество бит которое ему реально требуется и если мы говорим про storage что мы можем упаковывать в одно слово или в один слот несколько разных значений если же мы говорим про мэмори или мы говорим про call data или про кода кстати тоже про код чуть позже то там мы используем термин педит то есть эти значения будут заполнены нулями если они не занимают целое слово то есть в частности если у нас есть юн 128 то на самом деле он будет все равно доведет того юн 256 там просто будет заполнение нулями он все равно будет занимать целое слово то есть это вот касается того как хранятся эти да и типы direct в разных местах ну к этому типу можно отнести что можно отнести сюда юнт с там с каким числом юн там 8 юн 128 256 и так далее сюда же мы можем отнести последовательность из каких-то байтов то есть байтс н там байтс 1 байтс 2 там байтс 3 байтс 32 это тоже относится к типу direct сюда же мы относим бул сюда же мы относим адреса которые как мы знаем всегда занимают 160 битов сюда же мы кстати можем отнести и нам с которой на самом деле представляются просто целыми числами там за кулисами это мы прекрасно знаем то есть первые нам списке у нас будет под индексом 0 потом 1 2 3 и так далее кроме всего прочего что интересно сюда же мы можем отнести функции internal и external что касается типов multivalue что касается этих типов это типы в духе что-нибудь n то есть например какие-то массивы массив из чисел массив там я не знаю состоящий из адресов массив там состоящий из чего-нибудь подобного то есть например юнт там 8 это будет тип у нас multivalue с вами дорогие друзья при этом и он естественно здесь если это некое положительное число оно не может быть отрицательным то есть n здесь говорит о том просто сколько элементов лежит вот в этом самом грубо говоря массиве кроме всего прочего сюда мы можем отнести те структуры данных которые мы определяем с вами то есть те самые user defined types тоже относится к типу multivalue что касается типов lookup то это например динамические массивы которые мы можем записать следующим образом то есть например you in ты просто квадратные скобки это тип look up то есть он немножечко более сложно храниться и чтобы найти соответствующий элемент надо как раз выполнять вот этот тот самый поиск чтобы интересующий элемент достать кроме всего прочего клуб как можно отнести мэппинги также можно сюда отнести последовательности байтов я имею ввиду безразмерную и также в общем строки потому что строки это по большому счету тоже безразмерная последовательность байтов то есть короче говоря к типу lookup относятся такие типы которые но имеют неограниченное количество элементов и заранее мы не можем предсказать сколько этих элементов там вообще говоря есть ну и как я уже кстати наговорил выше да что мэппинги могут храниться в сторидже но при этом грубо говоря их нельзя там засунуть например в колдейту то есть здесь мы пишем слово не мэппинг да вот так вот это же следует кстати говоря помнить что ключами в тех же самих мэппингов тоже могут выступать лишь ограниченное количество типов то есть это в частности value type адреса числа например или может быть булевозначение вот кроме того здесь могут ключами выступать строки или байты вот немножечко мы поговорили о том какое есть еще деление на типы то есть что вообще к чему относится теперь поговорим еще немного про стек мы начали про него говорить ну и соответственно уже было указано выше что стек может себя хранить только типы дайрект также там он может оперировать указателями ну то есть вообще откуда взялся стек стек взялся оттуда что сама и вем то есть вот эта виртуальная машина она построена на основе стека то есть свои операции она выполняет с помощью стека и поэтому соответственно стек это некое временное хранилище куда попадают вот эти самые типы direct которые мы которыми мы оперируем в рамках определенных наших функций то есть это временное хранилище которое построено по принципу last in first out лифо что это значит но это значит что мы можем себе представить тарелки которые мы выставляем вот такие вот башенкой оставим одну тарелку самую первую вторую третью четвертую и так далее и чтобы мне достать самую нижнюю тарелку мне надо снять сначала те которые были поставлены позже то есть получается та тарелка которая была поставлена самой последней она оказывается на вершине нашего грубо говоря стека и вытаскивать мы ее будем самую первую на самом деле то есть стека следующим образом реализуется то есть там как я уже сказал используются некие блоки условно говоря по 32 байта там 1024 по моему максимум может быть вот таких вот скажем блока то есть стек это не безразмерная история он очищается между вызовами то есть он не постоянный безусловно ну туда вот попадает разнообразная информация с которой нужно выполнять операции при этом сам язык солидите доступ к стеку напрямую не имеет и на самом деле можно слишком сильно не беспокоиться как вообще обращаться к этому самому стеку то есть в рамках разработки мы никогда напрямую стеком на самом деле дорогие друзья не оперируем то есть это происходит за нас это делает виртуальная машина мы просто должны знать что такое место хранения грубо говоря есть и вот данные которые мы создаем временные функции в частности числа какие-то вот они туда попадают с ними выполняются какие-то операции ну и затем стек очищается как только наша функция отрабатывает так скажем ну и также я еще раз да напоминаю что стек это педат локейшн то есть если мы туда кладем например юн 128 то это юн 128 грубо говоря растягивается до 32 байт то есть он просто там заполняется нулями вот эта вся вещь и он занимается равно целый ну не слот ну короче целый вот этот вот блок там есть правда кое-какие исключения но они такие очень специфичные я думаю на этот счет слишком сильно беспокоиться я не стоит но если интересно как почитать поподробнее как стек именно организован на низком уровне я в конце занятия дам ссылку на соответствующий документ можно почитать но если честно там слишком сильно беспокоиться не надо если вы грубо говоря не пишите собственный дебаггер какой-то или на очень низком уровне хотите как-то с этим оперировать большому счету нам просто надо запомнить что вот это так есть что он временный что туда попадают типа direct ну и в общем плюс-минус все теперь может быть еще пару слов я скажу насчет кода потому что про коды многие забывают а на самом деле это тоже можно сказать что место хранения каких-то данных что здесь может храниться в этом самом коде сюда попадают либо константы либо какие-то неизменяемые переменные то есть те переменные которые я помечаю как им юта был следующим образом то есть это собственно говоря байт коды то есть когда контракт мы деплоем то вот в коды мы зашиваем либо константы либо им юта был потому что мы с вами помним что константы они объявляются вот следующим образом прямо во вне функции но внутри конкрафта контракт она во вне любой функции и потом эту константу менять мы не можем а им юта был мы можем задать значение для им юта был только в конструкторе а конструктор собственно сам в байт код он не попадает то есть конструктор это но некий код который подготавливает наш грубо говоря контракт по большому счету поэтому им юта был тоже попадает в байт код и там будет храниться правда здесь надо сказать что только типы дайрект здесь могут попадать как им юта было в байт код то есть если тип дайрект тогда он попадет в код то есть посмотрите если я попытаюсь например создать этот динамический массив теплукап как мы уже выяснили и сказать для него слово им юта был этот номер не пройдет посмотрите неизменяемые переменные не могут принадлежать вот к такому типу который не является велью то есть к сожалению мы не можем пометить динамический массив как им ютом то есть если мы говорим им юта был тогда это только типы дайрект это не могут быть типа лукап да например это невозможно так сделать неизменяемые значения они грубо говоря прямо в сам байт код встраиваются но если это переменные им юта был нигде в общем-то в коде не фигурирует то она в общем-то в код никак и не попадет то есть там просто не будет по большому счету но в целях видимо оптимизации то есть мы там ее не найдем если это с этой переменной нигде нету никакого дальше взаимодействия вот поэтому здесь следует просто запомнить что в код попадают те какие-то неизменяемые типы которые которые мы с вами определяем когда вот используем либо констант либо им юта был кстати говоря кстати говоря давайте попробуем здесь вот так сказать и обратите внимание что для констант тоже актуально то что я сейчас проговорил для им юта был то есть мы не можем сделать динамический массив и сказать что это констант это сделать нельзя в солидите опять же это могут быть только типы дайрект теперь что касается памяти ну память используется понятно для того чтобы хранить какую-то временную информацию когда мы оперируем с каким-то временными данными в рамках функции но кроме всего прочего что интересно в память временно попадают и неизменяемые данные которые нужно определить момент диплоя нашего с вами контракта то есть пока еще они не попали в байт код то они там будут тоже временно грубо говоря хранится мы уже сказали что в мэморе мы можем хранить типа reference в частности multi value мы можем здесь хранить либо lookup а если мы говорим про multi value в мэморе то там принципе все довольно просто это просто последовательность элементов из этого например массива которые мы просто засовываем в память один за другим и в общем там это дело все находится что касается типов lookup в частности динамических массивов то они на самом деле в памяти хранятся примерно также только там идет сначала перед самим динамическим массивом отдельный слот ну или отдельное слово которое все содержит длину этого самого массива но потом идет собственно говоря сам массив также здесь к этому типу lookup мы можем отнести последовательность байтов на безразмерную то есть просто бойц там тоже опять же указывается длина ну и собственно дальше просто идет последовательность вот этих самых байтов причем каждый байт отдельный естественно не заполняется нулями вот здесь принц все довольно просто и что-то по и на самом деле мы у нас уже был урок где мы рассматривали как конкретно это в памяти все располагается и в колдейта то есть можно еще раз к этому руку обратиться что касается колдейта самой то на самом деле колдейта очень похоже по организации на память то есть там на самом деле разница не очень большая что естественно следует помнить всегда что первые 4 байтов колдейта это всегда селекторы той функции которую мы вызываем и после этих 4 байт никакой дополнительной отбивки нету сразу после 4 байт начинается информация о том какие аргументы нам были переданы то есть колдейта это некое специальное место откуда мы можем посмотреть какая была функция вызвана и какие аргументы собственно этой функции были переданы причем следует помнить что это неизменяемое хранилище то есть колдейты менять вообще говоря нельзя только для чтения это доступно и соответственно когда функции отрабатывать колдейтом больше уже обратиться не сможем но единственное исключение на что в конструкторах колдейта у нас с вами дорогие друзья пустая в колдейта могут храниться как типа reference так и собственно типа дайрект но не мэппинги как мы с вами уже сказали но типа директ хранятся ровно так же как и в память там нет абсолютно никаких отличий то есть да кстати здесь тоже имеет смысл записать что в память естественно можно засовывать типа дайрект это ясно то есть принципе да я еще раз подчеркиваю что мы море колдейта не очень похожи просто колдейты неизменяемые кстати кто-то может спросить а где хранится длина колдейта то есть если в месседж дейты этого нету то есть мы можем обратиться к месседж дейту но там об этом информации там прямой получить нельзя но при этом есть специальная инструкция которая называется колдейта сайс то есть это низкоуровневая инструкция которая скажет ну какой объем колдейт вообще был передан то есть где эта информация тогда располагается она просто располагается в отдельном таком хитром хранилище которое тоже в общем так или иначе там доступно языку solidity то есть есть вот этот специальный оп-код который это хитрое хранилище считывает и говорит сколько там в месседж дейту нас какая там длина то есть эта вся информация естественно тоже пристыковывается так или иначе просто может быть от нас это скрыто но тем не менее это есть то есть это не какой-то там волшебству ну и что касается сторож что все просто мы здесь можем хранить мэппинги и по дай ректор и франс там и так далее то есть этот сторож от постоянное хранилище в отличие от мэймори или стека и в общем то в момент диплоя контракта мы грубо говоря размечаем какое-то место под вот этот сторож вот то есть вот эта вся область сторож она определяется в момент диплоя поэтому переменные стоит мы можем объявлять только во вне наших с вами функций мы не можем какой-то новый слот в сторож создать если мы обращаемся к функции то есть мы можем грубо говоря оперировать каким-то существующими вот этими вещами но и в общем то не порождать какие-то там новые новые слоты у каждого собственно говоря аккаунта мы можем сказать есть определенная зона которая общем-то и называется сторож и эту область она собственно гора постоянная при этом надо понимать что напрямую smart контракт может менять только собственный сторож но не сторож каких-то других контрактов это недопустимо то есть иными словами в сторож содержатся все постоянные переменные значения этих переменных да только не тех которые были помечены как константы или как имью-то был потому что мы уже знаем что такие данные хранятся у нас с вами прямо в коде в простом случае переменные в сторож появляются в том порядке в котором мы их там с вами заводим ну и также напоминаю что если это переменные типа direct они могут быть упакованы причем они упаковываются справа налево они слева направо вот это тоже надо помнить ну про это у нас тоже принципе уже были лекции мы смотрели как там эту упаковка своим происходит на при этом переменные типа direct не могут выходить за границу одного слота одного слова то есть если в одном слоте уже места нет то часть переменной туда упакованы быть не может в этом случае уже все значения переменной будет размещено в следующее слово при этом например переменные типа multi value они как все занимают целые слова то есть не может быть такое что у нас один массив закончился и в том же слове начинается другой массив то есть такого быть в общем не может если же мы говорим про наследование то тогда переменные базового класса будут располагаться перед классом собственно потомкам в сторожи при этом что интересно они могут все также занимать один и тот же слот то есть они могут быть упакованы что довольно забавно да и при этом здесь вот что надо понимать что я и уже сказал что если у нас сторожи есть multi value то разные переменные multi value они начинаются с разных слов то есть еще раз не может быть такое что закончился один массив и в том же слове начался другой но при этом в рамках одной переменной multi value эти элементы могут быть вполне себе упакованы то есть если у нас есть например юнт 8 скажем у нас есть три элемента вот этого юнт 8 то есть массив с фиксированной длиной то вот эти три юнт они могут быть упакованы вполне себе в одно слово это допустим то касается типов lookup которые хранятся в сторожи там ситуация немного посложнее ну то есть к примеру если мы говорим про последовательность юинтов то есть динамический массив то там а в одном из слотов обязательно хранится длина этого самого динамического массива да потому что ну а как иначе если мы не знаем длины то у нас будут не при некоторые проблемы на это длина занимает так называемый главный главный слот на какой-то определенной позиции если мы говорим что этот главный слот занимают позицию п но какой-то номер короче говоря до номер слота то сам массив будет начинаться элементы этого массива будут начинаться со слота который считается с помощью кетсак 256 от номера позиции то есть там считается хэш это преобразовывается к числу и начиная вот с этого слота с вот этим номером у нас хранится наш с вами массив элементы этого массива хранятся плюс-минус так же как и в массиве фиксировано вот такая вот интересная схема но про это можно еще в документации поподробнее тоже глянуть но если мы говорим про последовательность байтов то там ситуация такая если длина меньше 32 тогда в одном слове хранится сразу и длина этой последовательности и все байты слева направо причем если там еще остается какое-то место то идет заполнение нулями слева то есть ну например если у нас там скажем 20 байтов чем мы отдельно храним длину и у нас еще остается несколько байт в свободных то эти свободные байты просто нулями заполняются если же длина больше 32 то там ситуация примерно такая же как и с динамическим массивом то есть там есть определенный главный слот который все хранит длину потом там считается вот это опять же хэшки так 256 ну и дальше располагается на вот посчитанном месте начинается вот эта последовательность из элементов причем эти элементы могут как одно слово занимать так и несколько в зависимости от того насколько эта последовательность вообще длинная ну а что касается мэйпингов там ситуация такая длины для мэйпингов нет но у них при этом тоже есть концепция не как главного слота но просто если в случае с динамическими массивами в главном слоту идет его длина то для мэппингов этот главный слот он на самом деле просто является пустым при этом это опять же учитывается позиция этого самого главного слота и там соответственно при размещении элементов как раз считается хэш того ключа который мы помещаем в мэйпинг плюс позиция главного слота вот этого который в себя содержит ноль то есть там получается что мы дорогие друзья запишем для мэйпингов у нас есть опять же некий главный слот и потом мы тоже считаем кетсак 256 но там он считается еще от ключа и от позиции от этого главного слота и тогда получается что используя этот хэш мы можем где-то разместить на указанные эти позиции на указанном номере слота тот элемент который мы хотим поместить в мэйпинг то есть если мы говорим мэйпинг ки равен там какому-то значению вот так то тогда как раз в учет принимается вот эта формула и это значение располагается на том месте вот что мы тут с вами дорогие друзья насчитали так скажем причем здесь вот используется именно конкатенация то есть можем сказать конкат ключ преобразовывается в последовательность байтов то есть ну грубо говоря в строку из байтов и к ней пристыковывается вот эту позицию и от этой всей истории уже считается хэш чтобы понять на какой на ком слоту нужно разместить этот наш элемент ну вот честно говоря наверное это и все наверное больше здесь особо добавить нечего то есть суммируя все вышесказанное мы с вами выяснили что в стойке хранят сток типа direct в сторидже могут храняться разные типы это и типа референс и типа direct и включая мэппинг естественно тоже в мэморе могут храниться референс или там типа direct но в call data это неизменяемое хранилище где могут храниться и direct и референс но не мэппинги ну а в коде хранятся те неизменяемые данные константы которые мы с вами объявляем прямо в контракте следующим образом и при этом эти константы могут быть только типа direct но там не могут быть какие-то динамические массивы или тем более мэппинги вот наверное все дорогие друзья что я вам хотел рассказать сегодня надеюсь эти объяснения были для вас полезны теперь некоторая немного картина для вас еще прояснилось я понимаю в общем что это не такая простая история и тут некоторые вещи могут быть не столь очевидны поэтому самостоятельно можно глянуть вот этот документ data representation in solidity но он довольно сложный откровенно признаться и здесь много вещей которые может быть вам вообще особо не потребуется но еще раз пролистать его так посмотреть основные моменты не помешают ну и кроме всего прочего естественно имеет смысл посмотреть документацию на язык солидит там рассказывается еще немного подробнее про то как некоторые типы организованы то есть это тоже достаточно интересные может быть полезно хотя просто для общего развития ну а я наверное на сегодня буду с вами прощаться благодарю вас за внимание не забывайте вступать в наш чат телеграм подписываться на канал желаю вам успешной разработки и до новых встреч и и и и и и и